ой ой как раз вернулись мы так до прямого эфира у меня просто подружка приезжала еще помимо того что купальники приехали поэтому я пока с ней поболтала пока мы с ней посидели сейчас мальчики заказали покушать вот решили я решила сделать прямой эфир потому что эти два дня я была настолько занята у меня просто не было времени ну а вы девочки я так понимаю все видели наверное и мне скажете как вам вообще моя коллекция понравилась или нет если не понравилось то что габриэль how are you darling uh this is so funny you know like this is freaking funny are you there oh thank you darling uh thanks you know it was so crazy uh just listen i just wanted to say something to you uh uh so i went to neymar's birthday party right so uh the next day i mean not next day like the day before yesterday uh the russian uh stupid idiots i don't know who like one of them she wrote a fucking big thing she was saying that she was at the birthday party and she saw me sneaking in uh that neymar doesn't even know he didn't even invite me like that i was like sneaking into the back door and she asked her father his father like was uh was he familiar to me that's why i asked if neymar's father was there i got so many today so many people calling me from different newspapers and stuff like and sports uh channels and portals because you know i work with uh sportsmen so and they were like is it true i was like no it's not fucking true can you believe that people are so fucking jealous can you believe that i want you to comment that did you see me sneaking in from the back door i just как раз с другом вот neymar разговаривала здесь и мы с ним тоже очень давно знакомы рассказывала ему историю как тут предлагают свою версию что я там вписалась на его день рождения через черный вход и что меня бы сюда не звали я там стояла детки доедала я даже не могу это перевести ему все не переводи не позорю наш народ can you believe that this is like this is another level пишет ослые free of death and free as also that she would be with another level of jealousy i love you to darling you know i love you a lot and it was good to see you and it was good to meet your wife a big kiss keep in touch cry see you soon ему рассказала это наш общий другой снимарizable чтобы он понимает просто смеется какие идиоты и iseны и люди настолько завистливые, настолько не могут принять, что их, наверное, никчёмная жизнь никогда не будет даже 3% того, что проживаю я. Вот. Поэтому да, вы Николаю звонили, он нереальный. Он нереальный просто. Это какой-то невероятный человек. Вы знаете прекрасно, что я никогда не буду советовать там кого-то, в ком я сомневаюсь или ещё что-то. Это просто невероятно. Он мне одно время так помог. Он очень крутой. Так что я рада, что он тоже был полезен. Я его так люблю. Это как мой брат. Очень люблю его. Люди очень завистливые, злые и не умеют радоваться с других. Но такую хрень можно было придумать, что, блин, я зашла с чёрного кода, обидала, ела обед, стояла. Просто такой бред, блин. Просто. Вот я такой вообще даже не представляю, как можно такой уровень мышления, чтобы был. Что вообще люди такое думали даже. Вот, чтобы такое приснилось даже. Ну, это, конечно, очень смешно, потому что подъехали ко мне спортивные журналисты. Я говорю, ну уж, ладно. Я говорю, такого. В таком случае я вам покажу, переписку снимаю. Потому что тогда уж люди настолько уже просто вот дебильные. Показала им переписку, приглашение, которое он мне прислал вообще 18 января ещё. И потом, когда уже приехала в Фариж, уже написала. Я говорю, я здесь. Я говорю, на сегодняшний день приехала. Спасибо, увидимся завтра. Вот. Так что, ну, это, конечно, вообще просто такой бредний. Я, конечно, понимаю, что там на Афканы меня типа не зовут. И в Канах типа меня там тоже я там через чёрный вход везде лезу. Ну, блин, такого, чтобы ещё на день рождения к своим друзьям я лезла через чёрный вход и доедала, блин, за ними обедки. Ну, это просто. Это надо быть такими-то порывами. А адвокат Кокорина будет подавать в Европейский суд? Да, сегодня ко мне приезжали журналисты. Вот как раз таки мы по этой теме тоже говорили с ними. И я считаю, что очень-очень здорово, что они будут подавать в Европейский суд. И я сказала Саше. Я говорю, Саша, если от меня что-то нужно, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Имей в виду. Моя помощь и моя поддержка всегда будет на твоей стороне. Потому что я узнаю лично как человека с другой стороны. И я знаю, что он очень хороший парень. Так что я надеюсь, что справедливость восторжествует. И надеюсь, что мы сможем добиться их освобождения. Вот. Что еще рассказать вам? Какие обедки доедут? Вкусные кстати. Обедки назывались фуаграм. Блин, слышишь? Для кого-то, Вика, может, обедки в глуши да забудьте выселить. Дружим и уже не первый год дружим. Да, за суд. Суд это про ребят. Я говорю про Кокорина. Ребят, нам нужна ваша поддержка, мои дорогие. Правда. Очень нужна. И я знаю, что очень многие ко мне искренне относятся. И я редко у вас что-то прошу. Прекрасно это знаете. Но здесь я очень прошу, поддержите ребят. Вот поверьте просто мне на слово, что это... Ну вот я про Сашу говорю и про его брата. Что это не та история, не такого склада люди, которые бы были такими вот... Какими их выставили. Как их представляют, да. Вот. И, конечно же, безусловно. Если бесит вас, давайте я вас заблокирую. Бл***ь, бесит, когда ты на английском. Говоришь, мы тебя заблокируем, чтобы ты, б***ь, тут не бесилась. Извиняюсь за таких вот невоспитанных людей. Вот. И про то, что Саша сам лично, он спас не одну жизнь. Огромное количество людей помогал. И действительно ступились. Действительно, конечно, и хорошо поступили. Понятно. Мы не оправдываем этого поступка. Я думаю, что они сейчас научатся. Как бы на этом опыте. Но сам факт, что полгода, ребят, ну это не стоит того, чтобы не видеть своего ребёнка, как он растёт, как ты можешь его обнять и поцеловать. Полгода. Это серьёзный срок. Причём полгода в... Как это называется? Следственный изолятор. Это идёт как день за два, чтобы вы понимали. Вот. Плюс ко всему, вечеринку нельзя было освещать в соцсетях. Ну, вечеринку нельзя было освещать, да. Вот как бы с таких мероприятий обычно всегда в пригласе стоит такой момент. А так как приходят всё-таки друзья, но не левые люди приходят, то они понимают, что можно снимать, что нельзя. Поэтому пока все были трезвые, всё равно люди чуть-чуть снимали. Вот. Ну, короче говоря, всё равно было прикольно, классно. Хоть я и там обидовалась по всем-то словам обветки, блин. Короче говоря, это было очень смешно. И с другой стороны, я просто не понимаю, какая вообще фантазия такая. Зачем вы оправдите, вам не всё равно, что говорят. Иногда, знаете, нужно пролить свет. Конечно, мне всё равно, что говорят вообще абсолютно. Но если бы не позволил журналист, который мне прислал выдержку уже на те статьи, которые пошли, это же не просто уже там какие-то там стали какие-то полоумные писать в интернете. А тут начал уже кто-то там это освещать как какую-то правду. У людей были сомнения по этому. Обо мне всегда говорят, это правда. Поэтому мне пришлось пролить свет всё-таки. Это уже были официальные источники. Ну, так что. О Николае подробнее. Ну, как-то вот мне захотелось один раз поделиться. Человек вот поймал контакт. И сейчас я как-то даже не знаю, как сказать, что сказать. У меня как-то вот интуитивно это всё был такой вот посыл. Порыв. Отскажи про Бофина. Ничего не расскажу. Никому. Никогда. Никогда не зависти к вашей жизни. Знаю вас давно. Никогда не были ровнее обычным людям. Ну, это тоже неправда. Мальцы, что ты скажешь насчёт ровнее обычным людям? Мне кажется, вот проще меня, вообще сложный IT человек. Да, это правда. Я очень простой человек в общении. И очень такие, наоборот, никогда не ставлю себя выше других. Высокомерно ты сегодня никогда не ведёшь. Да, да, да. Так что вы неправильно говорите. Мальцы, ну что, пойдём играть в карты? Сейчас по идее у меня даже сил нет. Карту поднял. Я такая голодная просто. Одно. Да. Мы в России, мы в Москве. Ну, иди сюда ко мне поближе. Чё там? Наверное, это. Подожди. Если я плохо выгляжу... Мне это выглядит шикарно. Как это может плохо выглядеть? Видите, я прошу толстовку Виктория Боня. Ага, у нас сегодня Анжелишка прилетает. Да, так вот. Да. Она должна была завтра вечером прилететь, но я её всё поменяла. Я говорю, Анжелиша, ты вылетаешь сегодня. Она такая, как она пищала. Как она пищала. Это надо было видеть. Сейчас, подождите, ребятки, знаете, чё я хочу? Да. Хочу фильтр поменять, надо фиолетовый, нет? Да, этот некрасивый. Вот видишь, нет, не меняется. Ты говорила, меняется. О, ещё как меняется. Это тоже, конечно. Ну, ты просто не накрашена, поэтому вот так вот, бредненько. Нормально, я уже не стесняюсь, не накрашена. У тебя подруг очень красивая, пишет. Какое полное имя Манеца? Манеца. Хажба. Великого отца, моя фамилия. Да. Так, с вами сейчас. Ой, господи, что мы сделали? Убрали все фильтры, сейчас я вот так сделала. Опять убрала фильтры, сейчас, секундочку. Случайно. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот она. Сколько лет вы дружите? Около 13 лет. Пипец, разве столько дружат, хотела сказать, столько живут? Тринадцать лет уже мы дружим, Манец. Ты знаешь, кто зашел сейчас на этот эфир? Кто? А я вот думаю, а я вот думаю, а я почему-то знаю интенсивно. Почему-то я думаю. Спасибо, тогда не показать. Давай у девочек спрошу совета. Да, конечно, давай. Сука, у нас такие вот и спросу совета. Девочки, как вы считаете, что если мужчина говорит тебе громкие слова, о том, что ты ему безумно нравишься, и потом пропадает, и потом появляется опять рассмотрение. Ты не одна такая, я тебя уверяю просто. Прощать или не прощать, блин? Просто не одна такая. Манечка, подбей вот так подушку наверх, чтобы у тебя было, да, поделение. Прощать или не прощать? Так, Вика, будь смея. Так, прощать или не прощать? Прощать или не прощать? Вика, почему у тебя у меня такие больные глаза? Не показывай мне, я буду закадровый голос. Скажите, прощать или не прощать вообще таких людей? Что это значит? Девочки, вы всегда берете советы? У него не одна, пишет мужчина. Вот, согласна, поэтому надо заблокировать. Сейчас мы так и заблокируем. Пишут, прощать. А куда исчезать, спрашивают? Не знаю, работает типа. Нах такого, говорит, был ли у меня такой вещь, что пропадает? Нет, нет, пишут, не прощать. Кидай, козла. Кидай, да я вообще не отношусь серьезно к этому. Ну, просто сам факт. Вроде хороший парень. Прям будущее даже видела бы. Слова это пустое. Смотреть нужно поступки. Вот правильно сказали. Согласна. Поступки тоже были. Поэтому слова плюс поступки и слова. Пустые слова и два поступка. Ну да. Если он только интересен, мы можем посмотреть, что будет дальше. Ну дальше, до скольки ждать? Лжец. До полдвенадцатого. Да. Я согласна. Тоже пропадать. Тогда мы так и сделаем. Да, мы пропадаем. Да. Может узнать причину пропадания. Работаю. Был занят. На массаж ходил. Отличная работа, понимаете? Но я верю в то, что если мужчине нравится девушка, как он говорит, он найдет одну минуту в день. Смотри, говорит, типа, скажи, что за пропадание дарил подарок. Какой сама придумай? Он говорит, все, сейчас я исправлю, все, и опять пропадает. Нет, не женат. Я узнала, потому что это первое, о чем я спрашиваю парней, когда со мной знакомятся. Нет, он не женат. А, блин, Сибуя, ну ладно. Надо родить еще пару деток, потом жалеть не будешь, что не успел. Не прощай, потом на свадьбу пропадет. На свадьбу, алло, у меня бизнес-встреча, блин. Да, я думаю, что если человек интересен одному, то он никогда не пропадет. Я тоже так считаю. И он не то, что не пропадет, он будет, даже если ты пропадешь и не будешь отвечать, он не будет сдаваться, он будет все равно писать. Одному парню нравлюсь, я к нему присматриваюсь. И он постоянно мне звонит, постоянно спрашивает, как у меня настроение, как я себя чувствую, доехала ли я до дома. Это же важно, он тоже не бездельник, а тоже работает человек. Просить можно только, если это Владимир Владимирович Путин. Согласный. Согласный, дорогой. С тобой сложно не согласиться. Даже Путин уверенно нашел бы... Не говори. Не говори, что это с пальцами. Я не показываю, что Путин точно не приходил. О, Боже. Нужно дать шанс, если он тебе тоже нравится. Нравился, я сейчас не знаю, уже нравится или нет. Мне 35. Если дорога, он найдет время, возможность и так далее. 100%. Кто это? Он тебя пригласит, а ты возьми и пропади. И говорит плохих вещей. Так и сделаем. На сколько дней пропал? На неделю, на две. На две пропадает постоянно. Напишет, потом на две недели пропал. Напишет, на три недели пропал. Ваня хороший, кстати. Ну, все уже. Я познакомилась. Да. Хороший чувак. Чувак. Да, а я хочу сказать следующее, что когда ты мужчине не отвечаешь, но ты все равно ему интересно, он будет тебе писать. Даже если ты уже, он тебя даже заблокирует, разблокирует, и он все равно добьется своего, добьется своего. Это значит, что он встретится, он твое внимание получит и сделает уже все, чтобы ты ему отвечала все еще раз. Я, знаешь, что вспомнила, когда-то мы с моим бывшим парнем друг друга заблокировали в WhatsApp и поругались, и потом написали друг другу в смс-ке, нет, чтобы разблокировать в WhatsApp, и мы на смс-ке пихали. Ты меня что, заблокировала? Я говорю, да. Это было очень смешно. А, блин. Может, гей-то исключено, а нет, он не гей. Короче говоря, я ему даю последний, ребят, шанс. Последний. Если все, мы больше ему не отвечаем. Он потерял красивую, умную, интересную шанс. А самое главное, порядочную, честную. Спасибо. Да, здоровую, блин, и физически, и морально, знаешь. Вы очень обаятельная и развитая девушка. Скажите, пожалуйста, вы дружите с Бузовой? Я вас помню еще с Дома-2, и какие воспоминания? С Бузовой, да, мы общаемся. Конечно, мы видимся очень редко, но мы поддерживаем контакт. И мои воспоминания были следующие. Я этого, кстати, никогда не рассказывала. Когда я пришла на Дом-2, была стройка, была съемка как раз стройки, и всем приходили какие-то смс-ки, что-то там такое, журнал. А я была как ведущая на ухе стройки, потому что сама я только новенькая была, только-только пришла, то есть как бы, ну, со мной мало было событий связано. И мне нужно было там провести стройку, там, по-моему. И, короче, приходят эти все вот эти смс-ки, они такие были у нас в красивых папках. И мне такие, ну, я говорю, Бузова, это кто? Ольга такая, ты что, не знаешь, кто такая Бузова? Я помню. Она не звонила, не знаю? Не знаю. А, может быть, такая была ситуация. Я такая, ну, вообще-то не знала, я не смотрела проект, я не знаю. А ты что, не знаешь, что такое Рома Третьяков и Оля Бузова? Я запомнила это навсегда. Вот насколько она всегда хотела, чтобы ее все знали, и она своего добилась. Кому-то пора спать. Нам принесли покушать, короче говоря. Так что... Да, еда пришла. Ребятки, мы поехали, мы пошли спать. Вернее, есть. Мы пошли кушать. К нам еда пришла. Я вас обнимаю, была рада видеть, слышать. Интересно? Интересно. Все, еда пришла? Мика, приглашаю тебя к тому. Если нет желания, он идет миллион причин, чтобы не видеться. Вот именно. А если есть желание, даже если ты не будешь отвечать мужчине, он все равно добьется твоего внимания. и все равно сделать так, если для него это важно, чтобы получить это внимание. Короче, давайте надо выходить. Все, ладно, пока. Обнимаю ты с вас. Ты не покажешь, что у тебя есть? Так, поздно, и такая худая. Да, блин, это точно. Если я покажу, что мы будем кушать, вы не поверите. Мамочка, какая вкуснота, Вика. Вот это мое вкусное. Твои какие-то понятные игры. А мое вкусно. Как вкусно пахнет, мам. Ммм, вкуснятина. А еще пирожочки. Все, короче, мы пошли кушать. И играть как-то. Мамочка, самое главное. Покажи, пожалуйста, Вика, самое главное. Да. О, сальца. О, Господи, как это вкусно. Я еще наоборот съем. Что не игру, Вика, на сало. Я очень жалею этих людей. Блин, сало, мы каждый день едим золы. Мама сама солит. А еще с луком. А еще и огурчики солененькие. Видела? С гренкой. А еще у нас тут с мопшой. Блин, никто не поверит, что мы столько едим. Вику подоедем. Никогда не поверите ни за что. Но мы сегодня не завтракали, не обедали. Поэтому это наш обед. Завтрак, обед и ужин. И мне кажется, что мы заслужили поесть. Потому что мы сегодня пахали. Не буду чавкать вам в трубку, хотя сказать, в экран. Целую вас. Увидимся.